В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. На аллее славы города Видное состоялось возложение цветов в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Многие мои коллеги были в горячих точках. Я помню это время еще училась в школе, когда был Афганистан. Ни в коем случае нельзя забывать. Продолжаются обсуждения и изменения проекта строительства Южной Латкаринской автодороги на территории Ленинского городского округа. Я так думаю, вас касается больше всего это экологический аспект, то есть воздействие на человека, на окружающую среду. Видновские пожарные снова в пятерке лучших по региону. Чтобы каждый в звене, в дыму, да, знал, что я иду, сзади меня есть товарищ. На аллее славы города Видное состоялось возложение цветов в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Представители администрации, округа, общественники и военнослужащие почтили подвиг невернувшихся солдат. Подробнее в репортаже Юлий Погосьян. 15 февраля уже более 10 лет отмечается как день, когда люди вспоминают россиян, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. Эту дату приурочили к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана, где свои жизни положили около 15 тысяч солдат. Благодаря нашим героям у нас сейчас светлая мирная нема над головой. Наши дети, наши внуки могут спокойно гулять, ходить в школу. Нельзя забывать такие моменты. Я сама 25 лет в вооруженных силах и многие мои коллеги были в горячих точках. Я помню это время еще училась в школе, когда был Афганистан. Ни в коем случае нельзя забывать. Каждый год в этот памятный день администрации Ленинского городского округа проводится возложение цветов к вечному огню на аллее славы города Видное. Здесь собираются общественники, представители патриотических клубов, советы ветеранов, правоохранительных органов, непосредственные участники боевых действий в Афганистане. Виктор Борисов Афганистан попал в 1980 году. На тот момент он проходил срочную службу под Липецком. Девять месяцев участия в боевых действиях кардинально изменили его представление о жизненных ценностях. Непосредственно была угроза и нашим южным границам, нашим бывшим советским республикам Средней Азии. Хотя потери, конечно, невосполнимые в живой силе, 15 тысяч человек, но наши ребята, наши бойцы с честью выполнили свой интернациональный долг перед Родиной и перед советским народом. В 2007 году в Видном на Аллее Славы установили памятник воинам-интернационалистам. С тех пор минута молчания 15 февраля проходит именно здесь. Это делается на постоянной основе, всегда и с большим таким глубоким, не только уважением, а вот какой-то что ли пронзительностью, какой-то вот такой душевностью. Мы это будем делали, делаем и будем делать всегда. День памяти совпадает с церковным праздником Сретения Господня. Настоятель Георгиевского храма города Видное, отец Михаил Егоров, поздравил всех присутствующих православных и пожелал здоровья. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Больше года проходят консультации с жителями по вопросам изменений в проект строительства Южной Лыткаринской автодороги на территории Ленинского городского округа. По итогам очередной встречи были утверждены очередные важные решения. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В администрации округа состоялась встреча с инициативной группой жителей по вопросу строительства Южной Лыткаринской автодороги, проект которой был утвержден еще в декабре 2020 года. С тех пор, учитывая мнение видновчан, в него было внесено немало изменений. Представители проектировщика и Министерство транспорта Подмосковья согласовывают с жителями расположение, объекты инфраструктуры будущей магистрали и другие важные вопросы. Я так думаю, вас касается больше всего это экологический аспект, то есть воздействие на человека, на окружающую среду. Вот, соответственно, там предусмотрено все, чтобы негативное воздействие сведено было к нулю. Дорога будет проходить сквозь зону плотной застройки в шестом микрорайоне. Кроме экологии, жителей волнует вопрос с парковочными местами в зоне строительства трассы. Глава муниципалитета Алексей Спаский заявил, что появление новой дороги не должно сказаться на качестве жизни видновчан. Со своей стороны администрация будет делать определенные шаги для улучшения ситуации. Поставлена задача. Все микрорайоны Ленинского округа, включая старый город, включая шестой микрорайон и включая новые застройки, я их могу перечислять, очистить от коммерческого транспорта, который паркуется там на ночь. От большегрузов и даже от тех газелей, которые там стоят. Также, согласно изменениям в проекте на верхнем ярусе 300-метрового подземного тоннеля, который будет расположен от дома номер 8 по улице Фокина до дома номер 16 по Завидной, появится дополнительная зона для парковки автомобилей. В целом обсуждения по основным пунктам повестки будут продолжаться. То, что вы проговорили, проектные решения, да, то, что вы посмотрите в части экологии загрязненности, то есть нам предоставят через неделю. Участники встречи передали представителям Министерства транспорта Подмосковья и проектировщикам письменное предложение по обсуждаемым позициям. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В 2021 году видновские пожарные признаны одними из лучших в регионе. Четвертое место среди 44 пожарно-спасательных подразделений – это итог большой слаженной работы по борьбе с возгораниями и спасению жизни людей, попавших в беду. Наша съемочная группа побывала в гостях у наших огнеборцев. Сегодняшнее утро выдалось спокойным. Можно выпить чаю, пообщаться, поделиться новостями. Ребята живут практически одной семьей. Их дружба проверена в боях. И пусть этот бой с огнем – победа только за смелыми и мужественными людьми. И каждый из них знает, рядом есть товарищ, который в случае необходимости подставит свое плечо. Чтобы каждый в звене, в дыму, знал, что я иду, сзади меня есть товарищ, сзади него есть товарищ, который идет и видит меня, меня контролирует. И если в случае есть обрушение балки или кровли, товарищ, который сзади меня, сможет меня вытащить, спасти меня сможет. Начальник караула Максим Иваненко – старший в команде. Рассказывает, что привыкнуть к ежедневному экстриму невозможно. Конечно, бывает страшно. Мы же все люди, да. Вы попробуйте там зайти в огонь, не зная, что там дальше. И ты же еще несешь ответственность за своих людей, которые идут за тобой, или впереди тебя. Ты несешь ответственность, даешь приказы какие-то. Ты должен все это оценить, подумать, как это все сделать. Справишься ли ты один, вызвать тебе необходимые силы. Диспетчер Галины Воронкова три года служит в 28-й части. Именно она тот человек, который первым узнает о чрезвычайной ситуации и помогает скоординировать дальнейшие действия. Главным в своей профессии Галина считает умение выслушать, успокоить, задать правильные вопросы, чтобы уточнить важные детали происшествия. Ведь иногда люди звонят в состоянии паники, страха и тревоги. Разные люди бывают, поэтому мы стараемся не грубить, нормально с ними разговаривать. Если мы будем сами понимковать, мы сами не поймем, куда нам нужно ехать и что делать. Два года подряд в 2019 и 2020 Видновская пожарно-спасательная часть была признана лучшей в регионе. Таких высоких результатов, как признаются спасатели, они добиваются благодаря взаимопониманию и доверию в команде. Все настолько слажено, и эта взаимосвязь, это у них понимание друг друга, оно выходит за рамки службы. Тут многие потом встречаются, общаются, кто-то с семьями дружит, кто-то крестом становится. То есть настолько служба выходит за рамки нашей пожарной части. Здесь в пожарной охране все стараются жить дружно, потому что здесь все зависит от взаимопомощи. Здесь, начиная с утреннего завтрака, все сидят и кушают, можно сказать, с одной тарелки. И заканчивая с дачи дежурства, все идет как-то все вместе, все приходят на работу и уходят все вместе. В прошлом году наши спасатели оказались на четвертом месте. Но это тоже очень высокая оценка, принимая во внимание то, что в рейтинге участвовало 44 пожарно-спасательные части. Наталья Буслаева, Татьяна Бурлова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В центре досуга Дроздова премьера. Театральная студия «Волшебная страна», имеющая звание образцового коллектива, под руководством режиссера и актрисы Анны Асташкиной представила на суд зрителей спектакль «Полеана». Я думала, ты вылетела прямо в дымоход. Да, я вылетела. Только не вверх, а вниз. Это юбилейный 20-й спектакль в репертуаре театральной студии «Волшебная страна». Пьесу по мотивам знаменитой повести «Эленор Портер» «Полеана» режиссер Анна Асташкина мечтала поставить уже несколько лет. Повесть была написана больше ста лет назад, но мне кажется, она настолько актуальна и настолько злободневна, что ее можно ставить в любое время абсолютно. Будучи школьницей, я сама играла в спектакле «Полеана», играла тетю Полли, а сейчас со своими детишками я ждала, когда у меня подрастет главная героиня. Главную героиню в спектакле сыграла 11-летняя Маша Сергеева, которая занимается в студии уже 4 года. Юная актриса рассказала, что считает Поллиану отличным примером для подражания. Она во всем ищет то, чему нужно радоваться, не важно, что это будет. И я сейчас тоже сама стараюсь тоже, как Поллиан, искать, чему можно радоваться. Спектакль готовили с начала учебного года, тщательно разбирали каждую сцену и анализировали поведение героев в ней. Пришлось пьесу сильно переписать, потому что у нас есть, собственно, в студии всего одна проблема, у нас нету мальчиков. Самая главная мысль осталась о том, что просто надо жить и радоваться, радоваться каждому дню и учиться радоваться, когда тебе очень-очень грустно. Это история девочки, которая поменяла судьбу многих героев, людей. Моя героиня из «Строгой тети» превращается в доброго, любящего родного человека. Премьера спектакля собрала аншлаг, свободных мест в зале не осталось. Спектакль позитивный, и там есть психологические аспекты, в общем-то, все в целом, мне вообще нравится. Как игра актеров? Игра актеров хорошая, я знаю, что они переживали, но у них все получается, молодцы. К сожалению, спектакль получился невыездной из-за особенностей постановки и сложности декорации, но увидеть его в стенах Центра досуга Дроздова в этом театральном сезоне еще можно. Следите за афишей. Екатерина Борисова, Виктория Филатова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова